Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию к району «Уникальная человеческая эмоция». Читает Лора. «Радуйся жизни, куда бы она тебя не привела, даже если будет трудно, помни о том, что это лишь переход». «Уникальная человеческая эмоция». Сейчас начинается наше учение, и предметы, которые будут затронуты, мы никогда не обсуждали раньше. Конечно, мы говорим о межпространственном человеческом существе. Расширение прошлого учения, данного в Санта-Фе-Мексико, нам хотелось бы рассказать о том, что все вы знаете, но не ожидали услышать. Нам хотелось бы рассказать о чем-то уникальном в человеческом существе на планете, о чем-то, чего не существует ни на одной другой планете, имеющей разумные формы жизни. Мы намерены поговорить о божественной эмоции. Раньше мы только намекали на нее, а теперь полное откровение. Люди – единственные, обладающие духовной эмоцией на планете и единственные, обладающие межпространственной эмоцией во Вселенной. Этот духовный признак проходит между нашей стороной и вашей. Он останется невредимым в человеке, когда он или она рождаются и является признаком Бога. Все эмоции и ваша способность их ощущать являются признаком Духа, священным признаком. Вы скажете, Крайон, мы видели, что животные тоже испытывают эмоцию, как насчет этого. Позвольте сказать, то, что вы видите у животных инстинктивно, а не священно, хотя вы можете видеть, что у них много очевидных эмоций. Животные не чувствуют отвлеченных понятий. Они не могут смеяться или радоваться абстрактно. Они не могут ощущать ревность или беспокоиться о будущем. Хотя вы можете многое читать в их личных свойствах, у животных нет того вида священных чувств, какой есть у вас. Они могут любить вас, но не могут любить идею Бога. Они могут ощущать печаль от потери, но никогда возможность потери. Следовательно, священная эмоция – это признак, включающий в себя прошлое и возможности будущего. Он позволяет радоваться, вспоминая и радоваться за будущее. Также он празднует невидимое. Эмоции становятся частью реальности ума и тела. Вы можете использовать эмоцию любым выбираемым вами способом. И мы говорим, это священный признак Бога. Это послание о вашем общем чувстве, священном и созданном посредством использования эмоции человека. Человеческая эмоция воистину – двигатель реальности. Дорогие мои, скажу вам, что вы родом не отсюда. 23 пары дали вам 23 пары хромосом ваши звездные родительские семьи. Вот информация, изложенная кратко и красиво, чтобы вы знали. Дорогие мои, каждый из вас имеет 24 пары хромосом, 24 пара – преидеанская, многомерная, наполненная временной капсулой, готовой к раскрытию прямо сейчас. Пришло время воссоздать то, что было основной истиной Лемурии, чтобы эта земля увидела это и усвоила это. Любовь, доброта, красота, образ жизни – это превосходит все, что у вас было. И когда это будет посажено, ожидайте новых изобретений, которые накормят мир, которые наполнят мир энергией. Сделают то, что вы никогда не считали возможным. Это необходимо сделать, чтобы не было больше болезней и бедности там, где это существует сейчас. Это стирает так много всего темного, что есть сейчас, и это может быть сделано благодаря 24 паре хромосом. Каждый из вас является звездной субстанцией. Временная капсула – это 24 пара хромосом внутри вас. Она пробуждается сейчас во время прицессии равноденствий. Это то время, которое предсказали древние. И даже внутри этого вознесенное сознание превосходит все, что когда-либо было замечено древними этой планеты, которые получили его из своих. Хроник Акаши и рассказали вам. Начался новый цикл, дорогие мои. Визуализируйте себя, притягивая к себе то, что сейчас расцветает, потому что вы посадили это прямо сейчас. Вам не нужно ждать краем. Дорогие друзья, маленькое дополнение для тех, кто не понимает, как провести свое зимнее равноденствие, то вот, пожалуйста, я здесь и сейчас позволяю себе раскрытие плеядеанской 24 пары хромосом внутри меня и желаю жить в энергиях любви, доброты, красоты, доброжелательности, изобилия и гармонии. Я желаю процветания планеты Земля и процветания всего человечества. Конечно, вы можете добавлять сюда все, что вы хотите. Что вы еще желаете? Выразите себя. Для тех, кто давно уже работает над собой, вы можете сказать, что я здесь и сейчас, в сиянии, в любви к себе, в любви к ближнему, в расширении, в процветании мира каждой душе, во всем мироздании и процветания каждой душе во всем мироздании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok